Книга «Открытым оком», том 1, тема «Деньги», вопрос 600. Вы не на пенсии, а на какие средства вы живёте? Ответ Игнатий Тихольевич Лавкина. Посмотрите на меня внимательно и определите стоимость всего, что есть на мне. И срок давности этого, в кавычках, оборудования. На мой вопрос можно было бы и не отвечать, но в моей жизни не было ни одного вопроса, от которого бы я уклонился, даже самого провокационного. В 70-е годы, когда я работала на стройке бетонщиком и плотником, у меня уходило на питание от 10 до 11 рублей в месяц. В круглых скобках, своя картошка. Позже много лет работал сторожем, в круглых скобках, оклад 72 рубля. Сутки дежурю, трое дома. Когда нахожусь на работе, то переплетаю книги и документы, которые привозят с предприятий. Деньги. На работе подшиваю людям валенки, точу пилы. Деньги. Три свободных, три дня свободных, устремляюсь на печи советским гражданам, чтобы было им тепло. С собой у меня на работе велосипед, круглые скобки, старенький, но на ходу, скобки закрываются, и весь печной инструмент. В день удается сложить иногда две полные печи. Заработок до 100 рублей в день. Деньги. Иногда строю дачи людям. Деньги. Выдрессировал две восточноевропейские овчарки, подсаживая их к ювелирным ценностям в магазины. Привозит и увозит милиция. Деньги. Куда их девать? Заповедь гласит. Десятая часть на содержание священства. А иначе ты вор. Вором не был. Никогда. Отец не велел. Вторая десятина. На содержание храма. Свечи. Дабы не за чужой счет скрываться от дождя. Об этом помнил всегда. Третья десятина на нуждающихся. Смотрите Тавитов 1.8. Это самая интересная десятина. От широты сердца расширяется и она. Именно о ней апостол Павел говорит. Второе послание Коринфянам 9.6. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожмет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожмет. В кавычке закрыты. Эта десятина помогает приобретать множество друзей от основания до верха пирамиды. Лука 6.9. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечной обители. Второе послание Коринфянам 10.6.10. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. В кавычке закрыты. Моя жена Надежда Васильевна всю жизнь мучается со мной и иногда даже с обидой говорит, в кавычках, «великий экономист», имея в виду то, что я экономлю на всем, чтобы сохранить копейку и применить в дело. «Это только здесь, на кафедре, я вам кажусь таким покладистым. А ты поживи со мной недельку и запросишься к матери. Вы затронули любимую мою тему – деньги. Я их очень люблю, и у меня постоянно их под счет до рубля. Когда я работал, то у меня заемщиков насчитывалось 32 человека, а сам никому не должен был ни рубля. Вы только помечаете себе, сколько у меня друзей. Или, по крайней мере, они мне уже не враги. У меня валенки с трехэтажными заплатами, одна на одну. Если что нужно мне купить, то это сделает друзья складчину, зная моей скоредности». «И кто-то возьмет на себя грех спрятать мою старую одежду, как было у Пахомия Великого. Любая обновка на мне, как седло на корове, она и жмет меня и стесняет. Любой пирожок в припуску с черстым хлебом дешевле и полезнее». «Сейчас я, как основатель и начальник детского православного лагеря, заботюсь о его содержании без помощи государства. У всех вопрос, на что содержите?» «Отвечаю. Милостью Божией и добрыми людьми, которыми Россия еще не оскудела. И это чудо. Ни я, ни обслуга еще ни разу не получили за двадцать восемь лет, ни рубля за содержание лагеря и работу в нем. Но, Матфея 10.10. «Ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». Кавычки закрыты. «Когда Филарет Милостивый в очередной раз раздавал все свое имение, и даже нечем было позавтракать, он заходил в столовую, где обедала жена и дети, и, смеясь, говорил, «Уже не как отца, а хотя бы как странника, может быть, угостите меня, а мне и этого говорить не нужно. Неужели я буду голодной около чужих детей, которых сам же кормлю? Из этого что-то остается и на зиму. Мука, крупа, лагерная обслуга. Четыре человека обеспечивают себя посадкой в наших огородах. В прошлом году мы накопали 1400 ведер картошки, наварили 340 литров варенья. Мы ни в чем не нуждаемся и преизбыточествуем». Внезапно приезжают люди, как к Сергию Радонежскому от какой-то немецкой компании и сгружают от коммерсанки Бурановой в лапшу и шоколадное масло. Даже прокурор края по раскум ЮЭФ как-то взыскал средства и завезли 6 мешков муки и крупы. В прошлом году два добрых человека купили материал на 50 одеял стеганых из синтепона, а другой закупил столько же матрасов и на своей машине завез «Теперь мы спим не на соломе». И так всегда. «По неволе вспомнишь царя и пророка псалмопевца Давида». Псалом 36.25 «Я был молод и состарился, и не видал праведника, оставленных и потомков его, просящими хлеба». В своей жизни я видел только чудо и милость Божию, никогда не принимал милости Ню. «Ни от кого, но без милости никогда не жил. Все время мне подкладывали или одежду, или в сумку между книг, или конверт». «Все время мне подкладывали или в одежду, или в сумку между книг, или конверт. Притча 16.9 «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». 1 Фессалоникийцам 3.11 «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш, и Иисус Христос, да управит путь наш к вам». В кавычке закрыты. «У меня есть книги, и очень редкие, пришедшие от кого-то без обратного адреса. Случалось прямо в храме, ко мне подходили люди неизвестные. Мне и как раз после очередного грабежа вышеуказанными органами и говорили, вот вам просили передать пакет. Я бы рассказал больше, но второе послание Коринфянам 12.7 «Чтобы я не превозносился с безвычайностью откровений, дано мне жало вплоть ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». На что я живу, и где я обедал, перефразируя детский стишок, смогу пропеть, где обедал воробей, там же, где архиерей. И всегда вспоминаю слова Златоуста о славе человеческой, которая гонится за тем, кто от нее убегает. И мне кажется, что если бы сейчас нужно было прокормить сто человек больных, а меня бы поставили их попечителем, то и это бы Бог устроил сегодня же. У меня такая большая, такая безраздельно большая вера в Иисуса Христа. Он мой друг и пастырь. Субтитры создавал DimaTorzok